Сыночка, я тебя люблю, если чё. Мамулечка, жиночка моя, тоже тебя люблю. Какая жалость! Только что вы увидели, как один СВОшник Петров Олег Александрович, уроженец посёлка Галышманово Тюменской области, записывает слёзные обращения к родным. Логично, что он бы не записывал этот поток соплей, если бы не пришёл в нашу страну. Получил ранение и теперь идёт назад домой. Но! Не знает, сможет ли дойти. Надеемся, что не сможет. 25 километров, надо кричить. Камикадзе еб***. И птички. А зачем так ругаться? Зачем так плохо излагаться? Во-первых, самые лучшие в мире украинские дроны-камикадзе, которые видят всё. Это раз. А два. Самые лучшие украинские дроны-камикадзе с самыми лучшими операторами, которые целятся туда, куда нужно. Вас, неуважаемые российские оккупанты. Я был командиром третьего отделения. К сожалению, с моего отделения, насколько я знаю, сейчас в данный момент выжил только я. И ещё один военнослужащий. Ой, какая печаль! Какая печаль, что всех не удалось отправить на концерт к Иосифу Давидовичу. У него, кстати, там очень много сейчас свободных мест на концерт. Можешь идти вместе со своим другом даже без приглашения. Вас пригласил Иосиф Давидович Кобзон. Места в первом ряду. Мой брат Суворов Никита Александрович погиб, защищая интересы своей страны на бахмутском направлении. Нет, товарищ. Твой брат, как и ты, оккупант. И никак не мог защищать интересы своей страны, пребывая на территории Украины. Кстати, как? Да защищался? Прошу вас предоставить мне законное право в соответствии с 506 приказом. Либо же по окончанию контракта, который у меня заканчивается 26 октября. Я хочу жить. Хочу видеть свою любимую жену, своих детей. Увидеть, как они пойдут в школу. Прошу вас. А вот это уже часть видеообращения к Путину министру обороны РФ. Говорит, что эвакуируется с фронта. Воевать уже не хочет. Хочет жить. И просит оставить его дома с женой и детьми. А из-за таких, как этот под***к, в Украине многие не смогут побыть со своими мужьями. Потому что тысячи таких, как этот российский у***к, пришли нас убивать. Но месть, она неизбежна. Дальше вы увидите, как же живут настоящие русские. И естественно, вы будете очень удивлены такому жилью. Мягко говоря, далекого от адекватных условий. Конечно же, вы все будете браться за голову и будете возмущены. Как тут можно вообще не то что жить, а находиться? Наводила порядок в комнате у сына и добралась до вот этого прекрасного угла. Я в шоке. Все свои коробки из-под завтрака, ужина. Он скидывает за кресло. Видите? Все сюда. Зачем уносить на кухню, когда можно кинуть? За кресло. Вот так вот. Я думаю, почему здесь такой спертый запах? Действительно. Почему же? Такой простой вопрос, но ответ на него найти довольно сложно. Еще больше шока и вопросов горе матери. Вы что, первый раз зашли к своему сыну в комнату? Или как это понимать? Вам кажется, это никакой не гараж. Это нормальная благоустроенная квартира. Вот кухня у нас. Как бы, блин, все как у людей. По-человечески, чисто. Где беспорядок вы увидели? Я не могу понять. Точно. Все как у людей по-человечески. Наверное, же у каждого адекватного человека на кухне стоит унитаз. Правда? Не спрашивайте, почему он там стоит. Лучше спросите, как у них выглядит поход в туалет. Мы боимся себе даже это представить. Но знаете ли, может это такой прогресс? Потому что у многих россиян вообще его нет. В природных условиях, на улице. Все по-скрепному. Это наша комната с мужем. Сейчас покажу комнату Леши. Гараж, как вы говорите. Гараж. Алиса, включи свет. Вот. Пожалуйста. Ну и какой это гараж? Это все находится в квартире. Просто у ребенка такая комната. Творческий беспорядок. Я не знаю. Ну что вы в самом деле? У этой дамочки с мужем ремонт. Все чисто в комнате. А у ребенка это такой творческий беспорядок. В детской комнате обшарпанные грибковые стены, сгнивший пол, кучу дыр. Творческий беспорядок. В Ставрополье после опроса местных жителей чиновники отменили выступление шамана за 15 миллионов рублей. Журналисты РФ спросили у россиян, нравится ли им такая музыка и какие песни нужно петь. Шаман нравится нам. Ну я думаю, его власть не продвигает. Я думаю, он сам продвигается, шаман-то. Ну конечно, власть не продвигает. А вспомните, как инициативная группа избирателей, в которую вошли певец-шаман, он же Ярослав Дронов, режиссер Никита Михалков и певица Надежда Бавкина. И они поддержали кандидатуру диктатора Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России. Совпадение? Не думаем. Шамана нет, не слышала. Нет, не знаком, я первый раз в таком слышу. А как же песня «Я русский», «Я иду до конца»? А как же «Это мой бой» до последнего вдоха? Мой бой, даже если плохо. А как же обтянутые латексные ножки, которые прыгают по сцене? После таких ответов постарайтесь не попадаться фанатам шамана на глаза. Например, к следующим фанатам, которые к шаману относятся... Положительно, очень даже положительно. Нравятся вам такие песни? Да, конечно. Это такие патриотические у него есть, это такие песни, это в годы моей молодости были, патриотические. Это молодой человек, вот с тем самым советским чувством патриотизма. Ну вот, у меня вот так пазлы складываются, понимаете? Поэтому моя душа, безусловно, отвечает на его творчество. Шаман – молодой человек с тем самым советским чувством патриотизма. Занавес. А не задуматься бы вам, что шаман не патриот, уже не говорим о советском чувстве. Это мальчик, который спекулирует патриотизмом и зарабатывает много денег. На наивных россиянах. Это была программа Breaking Russia. С вас лайк и подписка, а с нас больше подобного интересного контента. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok